доброго времени суток уникальное видео что только кто не снимает что только не пихают пенечки блочки насыпают там с акцентом рассказывают всякие уфологи о посадках но вот такой штуки вы не увидите нигде вот эта живая культура гелиция перед посадкой естественно любую культурную нужно достать из холодильника культура гелиция давайте будем так объективными и все называть свои факты от 4 0 3 15 года это то есть от 4 марта сделана эта культура настояла хранила в холодильнике давайте посмотрим на нее как она выглядит посмотрим на елке на заднем плане что находится красиво за за спиной вот будьте всегда внимательны меня ничего не случайно не бывает на канале случайных кадров здесь не было значит культура живая дня где-то 4 или 5 я долго медитировал долго думал как с этой культурой поступить как ее правильно посадить и достал хотя посмотреть на ее жизнеспособность она показала вот это пупырышка там такая большая где-то внутри выросла то есть это она выросла уже дня за этих 4 то есть культура живая и сейчас мы будем ее высаживать вот эту культуру на вот это пчелок перед посадкой были произведены определенные значит манипуляции соответственно подготовки к посадке этой культуры знать чуть применялись вот следующие такие вот приборы сейчас объясню зачем применялось такое количество приборов вот применялся вот такой перфоратор применялся вот такая вот дрель и и применялся вот такой вот строительный фен значит для чего все это было сделано пенечек как вы видите у меня не маленький пенечек у меня довольно таки полтора метровый я специально для посадки решил пенечка не эконом здесь он это была яблоня она абсолютно здесь нам не нужна и самое главное что она значит была испорчена чем она была испорчена это я уже узнал в результате работы вот видим то что находится внутри вот это дупло когда я начал готовить место для посадки жидкого гериция и начал сверлить вот это место перфоратором но видите оно было полностью трухляло значит когда я начал сверлить это место перфоратором то я заметил что отсюда идет очень такой выраженный грибной запах то есть здесь уже значит растет какой-то гриб скорее всего что уничтожил ну и уничтожил и как-то вот гриб разрушил вот эту сердцевину вот это яблони потому что каждый год происходит удивительная вещь я где-то снимал такое видео как выглядит яблочный опенок вот здесь абсолютно синхронно в каждом году приблизительно в середине сентября появляется вот такой вот огромный сросток яблочных опят это происходит регулярно каждый год что будет происходить дальше после того когда мы этот пил срезали ну то есть резали вот эту яблоню мы посмотрим уже в сентябре в этом году это 2015 год ну определился податок посадку мы будем делать 16 значит 16 у нас что получается июня 16 июня выбрала специальный период у нас сейчас стало очень прохладно идут ну фактически можно сказать целую неделю шоу шли дожди довольно таки прохладно перед этим стояла такая вот жара то есть я решил в это время это не делать посадку немножко подождал когда это все остыло вот это все и сейчас мы будем вот этот жидкий культуру вот этого герица будем сюда засевать когда я вот это место начал делать место для посадки я вообще хотел сюда его засевать но я понял что здесь вот этот грибной запах здесь скорее всего уже присутствует какой-то мицели я решил следующим образом значит здесь вот немножко сбоку я сделал засверление но уже абсолютно здоровой древесины запаху этой древесины от сверления шел вот запах но вот сверление свежий вот срезаны яблони то есть древесина хорошая она на корню то есть это яблони еще растет возможно через какое-то время она может дать еще какие-то даже может дать какие-то там детки будет пробовать возобновить вот обратите внимание на звуки которые находятся в нашем птичнике обратите внимание такая у нас вот здесь елочная такая природа в этом мы будем рассказывать немножко в других рассказах и публикациях а сейчас мы все-таки займемся посадкой вот этого герица так значит давайте вернемся значит немного как мне кажется понимая в жизненных циклах и в желаниях роста вот именно мицелия я пришел такому выводу что делать единственную посадку именно в этот трухлявый уже заросшим китами целием других грибов этот герицы наверное будет бессмысленно поэтому сбоку свежей древесине были сделаны вот эти отверстия как соты и ну что осталось приступить к последнему делу вот и значит специально подготовленную вот эту культуру мы сейчас будем распечатывать не будем уже там детализировать осталось все-таки сделать вот самое главное сделать вот этот посад по 7 прекрасно сама культура как вы понимаете баночка на стерильная здесь специально была упакована мы не будем там оставлять и остатки ничего не будем делать если нам нужно будет мы можем таких культур сделать хоть миллион скажем так я скорее всего тоже размышлял над тем то есть медитировал и долго думал как это все правильно сделать мне очень есть великое желание чтобы все получилось очень хорошо и самое главное желание в том чтобы получить именно вот этот гериций потому что если вы посмотрите в интернете на фотографии гериция то вы узнаете что сростки гериции которые высаживают в основном это делают из палочкового материала вырастают размером до трех килограмм это огромная львиная голова как ее называют в одних источниках других источниках вот я заметил как называют ее греки и называют head monkey и headlines то есть или голова льва или голова обезьян ну мохнатое вот такое сооружение значит это такие белые макароны посмотрите в интернете как это выглядит значит такие белые макароны с очень специфическим и очень интересным гриб на таким вот моепродуктов вкусом довольно таки интересная штука и желание больше всего в том чтобы это у нас получилось и хочется заполучить вот этот гриб именно природным способом значит что мы будем сейчас делать мы вскрываем эту емкость и вносим вот именно сам клеточный материал в те засверления которые мы здесь сделали ну так получилось как вы видите основная масса вот этого материала упала все-таки в сторону здесь огромное количество самих клеток делиться как что у нас будет происходить в дальнейшем здесь это мы совместно с вами будем наблюдать ну и осталось еще питательная среда на которой это все было произведено ну что мы с ней сделаем мы ее давайте куда-то определим может быть даже я сам не знаю куда может быть вбросим вот таким вот образом как говорится попытка не пытка делаем то что делаем потом сделаем какие-то из этого вывода и посмотрим что будет дальше если естественно в таком виде как вот выглядит этот пенек мы не можем вот это все дело оставить давайте очень внимательно нужно нам посмотреть как выглядит вот это все дело внутри там множество вот этих опилок ну я забыл я рассказывал о перфораторе и о дрели применяла здесь еще строительный фен я не поленился все-таки взять строительный фен немножко тут поджарить вот эти дырочки естественно так вот довольно такой температуры что появлялись угольки просто такая вот очень хорошая стерилизация скажем так этих дырочек для того чтобы эти клеточки здесь замножились до великое желание и чтобы это все у нас получилось таком виде естественно мы не можем это оставить потому что если ночью пойдет дождь то вряд ли у нас что-то хорошее из этого всего получится значит каким образом мы поступим мы что я придумал немного что-то понимаю как растут грибы я нашел вот такую крышу для этого всего дела вот приготовил здесь такое крепление и не сильно вдавая в детали скорее всего мы сделаем вот таким вот образом что крышу мы сделаем вот смотрите как здесь мы делаем такой вот наклон используя просто вот тот спил который у нас вот получился он получился не совсем у нас удачный потому что там за спил мы не сильно переживали но у нас в результате пострадали две соседние елочки не думаю что это большая проблема елочки обычно очень хорошо возобновляется после таких трагедий как видите вот эта ветка которая пошла сейчас вверх она в дальнейшем превратится в центральный штамм и из этого всего сростка тоже найдется ветка которая прекрасно займет место возможно так будет и лучше потому что здесь очень такая вот огромная ее соседка она может просто погасить вот своим ростом вот эти две может это все путь произошло к лучшему чтобы у нас красиво получался общий фон значит что мы будем делать вот сейчас я покажу так вот немного сбоку в 3d формате как все происходит значит увидим средства вот таким образом не хотел я применять сюда какой-то целлофан из опыта понимая что вряд ли здесь какой-то парниковый эффект нам будет полезен тем более если там сверху немножко сюда подогреет солнце хотя она здесь не бывает она идет приблизительно вот таким вот образом постоянно будет тень то есть перегрева здесь не будет но я не знаю уместно ли здесь именно применение целлофана даже не знаю что вам сказать ну давайте посмотрим что в дальнейшем будет из этого всего происходить еще раз повторимся что культура у нас не последняя то есть таких культур у нас есть множество посмотрим за дальнейшим развитием событий и если нужно будет сделаем повторную посадку посадку или сделаем посадку в другом месте яблони у нас тут хватает вот торжественные не знаю насколько когда в жизни бывают этот момент торжественные но значит происходит будем надеяться что у нас этот процесс все таки будет торжественные посадки делиться вот чтобы ветром не сдуло вот это все дело прикрепили крышу значит более какие-то другие там ограничители там пленки не будем это все мотать как я всегда говорю что все гениальное просто и краткость сестра таланта если мы будем с этой ерундой заниматься то время на жизни не останется все должно быть просто и гениально сделали вот так гирицы у нас должен насчет того насколько у нас получится вот собрать грибы из этого гирицы это просто подпишитесь на канал и немножко последите что будет происходить дальнейшем но я вам расскажу о результатах того чего происходило здесь и последнее что осталось посмотреть это уже такая вот как сказать инженерия я бы сказал вот этого всего процесса как видите крышу хорошие не протекающие если у нас будут происходить какие-то осадки то они будут падать на вот эту такую вот крышу импровизированную они будут стекать естественно все сюда то что будет немножко затекать то она будет естественно стекать потому что здесь есть склон каким-то образом все таки продолжать увлажнять вот это место и таким образом у нас должно все получиться вот так вот интересно все получается вот вышел из лесу вестима вот с банкой с ножом с молотком чем мы занимались мы делали посадку в гирице что у нас из этого всего получится можно будет узнать только подписавшись на канал фанимашинску желаю вам всего самого лучшего с вами был макс салев а по вопросу заказа жидких культур звоните пишите на skype а вы еще здесь не на сегодня уже все смотрите завтра